Инвалид – человек, который имеет стойкое нарушение здоровья, которое приводит к ограничению жизнедеятельности, в результате чего возникает необходимость социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности – это утрата каких-либо способностей. Опухолям могут быть подвержены разные органы. Онкология также приводит к таким ограничениям, поэтому в этом случае лица с онкологическими заболеваниями нуждаются в социальных льготах и гарантиях. Рассмотрим получение инвалидности по онкологии, которая устанавливается аналогично инвалидности по другим заболеваниям. Основания для установления инвалидности по онкологии. Направление на М для установления инвалидности оформляется по форме 088-06 направления на медико-социальную экспертизу организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, утвержденной приказом Министерства здравоохранения. Из социального развития Российской Федерации от 31 января 2007 года Н-77 на им направляются лица, у которых наблюдаются стойкие ограничения жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, по заключению врачебной. Комиссии при «Виды ограничений жизнедеятельности, срок нетрудоспособности, неблагоприятный клинический трудовой прогноз, вне зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала благоприятной». Клинический трудовой прогноз – не позднее 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций, и не позднее 12 месяцев при лечении туберкулеза или гражданин выписывается к занятию. Трудовой деятельностью – необходимость изменения программы профессиональной реабилитации работающим инвалидам в случае ухудшения клинического и трудового прогноза, независимо от группы инвалидности и сроков временной нетрудоспособности. Если онкобольный диспансеризирован, то Организационно-методический отдел онкологического диспансера проводит анализ временной утраты трудоспособности больных с онкологическими заболеваниями и выхода их на инвалидность в соответствии. С приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года Н915Н в КБУФБМ Минтруда России организует деятельность в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 года. Н310Н читайте также статью «Особенности и порядок сдачи крови в Москве за деньги в 2020 году». Порядок направления на М. Граждане направляются на М. Организации, оказывающие лечебно-профилактическую помощь любой организационно-правовой формы, органам, осуществляющим пенсионное обеспечение органам социальной защиты населения пенсионной. Фонд и орган социальной защиты направляет на М. При наличии медицинских документов, подтверждающих нарушение функции организма. Ответственность за достоверность и полноту сведений несут все вышеназванные организации. Важно! При отказе гражданину в направлении на М. выдается справка, на основании которой гражданин, его законный представитель, имеет право обратиться в бюро самостоятельно. Порядок проведения М. Гражданина. Предоставление услуги по установлению инвалидности проводится в бюро по месту жительства гражданина пребывания и может проводиться на дому, если гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья на основании заключения организации. Оказывающий лечебно-профилактическую помощь в стационаре, где гражданин находится на лечении заочно по решению бюро, решение бюро принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших им, на основе обсуждения результатов. Экспертиза в сроке, не превышающие один месяц с даты подачи заявления со всеми необходимыми документами. Решение объявляется после его принятия в присутствии всех специалистов, проводивших М, которые при необходимости дают по нему разъяснение. Также может быть составлена программа дополнительного обследования, утверждаемая руководителем бюро и доводится до сведения гражданина. Специалисты бюро, проводившие М гражданину при признании его инвалидом, разрабатывают индивидуальную программу реабилитации и реабилитации инвалида и ПРА, утвержденную приказом Минтруда России от 13 июня 2017 года, номер 486-Н. Гражданину, признанному инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, форма которой утверждена приказом Минсоцразвития России от 24 ноября 2010 года, номер 1031-Н. Условия установления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности в соответствии с постановлением правительства РФ от 20 февраля 2006 года Н95 и федеральным законом от 24 ноября 1995 года Н181ФЗ, основанием для признания лица. Инвалидом является сочетание три условий. Нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, ограничение жизнедеятельности, полное или частичное, нуждаемость в мерах социальной защиты в том числе. Реабилитацию в зависимости от степени расстройства функции организма и ограничения жизнедеятельности лицу, признанному инвалидом, устанавливается один, два или три группы инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид». В случае выявления подложных документов, на основании которых установлена инвалидность, назначается переосвидетельствование. Само по себе наличие онкологического заболевания еще не является обязательным показанием для определения группы инвалидности, особенно если после лечения прошло достаточно длительное время, показавшее эффективность лечения и отсутствие. Выраженных нарушений функции организма больного. Председатель онкологической комиссии М-2 города Москвы Н. Михайлова пример по группе инвалидности. Законный представитель обратился за разъяснением по условиям установления первой группы инвалидности. Основанием для определения первой группы инвалидности является нарушение функции организма больного, когда больной не может сам себя обслужить и нуждается в длительной постоянной посторонней помощи. Эта группа определяется на два года. Порядок разработки и реализации ИПРА-инвалида. ИПРА – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других мер, направленных на восстановление, компенсацию, нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА-инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. ИПРА-инвалида имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от определенных реабилитационных мероприятий или от реализации программы в целом. ИПРА-инвалида разрабатывается на срок, соответствующий сроку установленной группы инвалидности. Ошибка при определении срока инвалидности. Многие уверены, что группа инвалидности при онкологических заболеваниях устанавливается пожизненно. Группа инвалидности устанавливается на время, необходимое для проведения лечения, динамического наблюдения за эффективностью лечения и восстановления нарушенных функций организма. При полном излечении, группа инвалидности у больных трудоспособного возраста может быть оставлена пожизненно, если не восстановлены утраченные организмом функции, например, после удаления желудка, легкого, конечности, прямой кишки. И так далее. Читайте также статью «Доплата пенсионеру по уходу за ребенком-инвалидом в 2020 году». Ответы на часто задаваемые вопросы. Вопрос номер один. Через какое время от начала заболевания направляется больной на М? Ответ. Гражданин на М направляется после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих. Стойкое нарушение функции организма, обусловленное заболеванием. Вопрос номер два. Можно ли пройти медико-социальную экспертизу без оформления направления на М без направления лечащего врача? В соответствии с пунктом 19 постановления правительства РФ от 20 февраля 2006 года номер 95 при отказе в направлении на М-врачебное. Комиссия ВК медицинской организации должна выдать гражданину справку. На основании данной справки и медицинских документов гражданин имеет право обратиться в Бюро М по месту жительства самостоятельно с заявлением. Вопрос номер три. В каких случаях устанавливается инвалидность бессрочно? В соответствии с пунктом 13 постановления правительства РФ от 20 февраля 2006 года номер 95, гражданам группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования может быть. Установлено в соответствии с приложенным к постановлению перечнем заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем не позднее двух лет после первичного установления инвалидности. В отдельных случаях может быть установлено бессрочно и при первичном освидетельствовании при отсутствии положительных результатов проведенных мер реабилитации до направления на М при отраженных фактах в медицинских документах. И в направлении на М. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!